Это замечательное видео про... Бл***ь, давай заново. Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас на канале Squadboard Shop. Сегодняшний наш обзор будет чрезвычайно интересный, будет интересная коллаборация, супер коллекция, есть много о чем рассказать, но сначала другая, не менее крутая новость. Помните, было видео про доски Santa Cruz, где нужно было набрать большое количество комментариев, чтобы выбрать доску Santa Cruz. К сожалению, ребят, не дожали, не дожали, не сделали столько просмотров, но все равно, ребят, вы катаетесь на скейте, вы смотрите нас, вы нас поддерживаете. И это очень круто, поэтому мы решили в этот раз разыграть не Santa Cruz доску, а поддержать, так сказать, отечественного производителя. Компания Tovx. Очень известные доски Tovx. Можно с помощью рандомайзера будет одну выиграть. Вот у нас здесь специально есть девайс для рандомайзинга. Сейчас будем выигрывать. На канале YouTube, такой сайт, выбираем канал Squad, заходим сюда. Видео. Видео у нас было посвящено доскам Santa Cruz. Вот оно, свежие доски Santa Cruz. Всем известный человек, который делает эти обзоры. Копируем ссылку. Да, здорово, здорово. Вот. Ультрагенератор. Победитель по комментариям. YouTube. Вставляем. Генерируем. И победителем стал ZITX SB. Нужна DECA. ДЕКА. ДЕВКА, наверное. ДЕКА. А что такое ДЕКА? А, да... Ну, короче, ZITX SB. И мы тебя поздравляем. Чувак, ты выбрал, ты выиграл в упорной борьбе. И в финале как бы судьи решили отдать тебе приз. Нужна ДЕКА. Итак, ZITX SB. Поздравляем тебя. Твой призыв. Нужна ДЕКА. Мы услышали. И вот эта замечательная ДЕКА фирмы ТОВКС, она теперь твоя. Катайся, будь хорошим скейтером, смотри наши обзоры. Более того, проси, чтобы другие люди смотрели наши обзоры. Но к черту розыгрыши, сегодня мы будем говорить о очень интересной коллаборации. А именно, о коллаборации компании Санкт-Франциско Half Worldwide и фильма Pulp Fiction. Не переключайте ваши брыш-брыш-брыш YouTube-каналы. Палп. Первое. Мягкая, влажная, бесформенная масса. Второе. Макулатура. Дешевая чтива бульварного характера. Часто на грубой, дешевой бумаге. Словарь «Американское наследие». Я думаю, нет наверное, такого человека, который фильм Pulp Fiction не смотрел. Но не все знают факты про этот фильм, и я немножко ими поделюсь. В прошлом году этому фильму исполнилось уже 25 лет. И этот фильм по праву считается одним из самых лучших фильмов, которые когда-либо были сняты. Кто-то там сказал, что типа самый лучший фильм, начиная с 80-х годов. Кто-то там типа лучший фильм всех времен и народов. Я помню, как у моего одноклассника, Леха Моисеев, привет, была видеокассета, на которой было написано «Криминальное чтиво», а в скобках расшифровка некая «Понтовая кислотность». Ну, может быть, как бы это уже сегодня не «Понтовая кислотность», но действительно фильм открыл новый жанр, фильм открыл Тарантино очень широкой аудитории, хотя это далеко не первый фильм был. И фильм действительно получился очень крутой. Кстати, когда он вышел, он сразу же получил «Пальмовую ветвь», он получил приз, если не ошибаюсь, «Оскар» за лучший сценарий, кучу номинаций. Практически все актеры, которые участвовали в этих фильмах, несмотря на то, что это был независимый проект, они очень и очень стали популярными, хотя, ну, согласились, можно сказать, за копейки снимать. Тот же самый Траволта, вроде как 100 тысяч долларов он за роль получил, что для актера его плана было не так много. Плюс это был первый фильм, который сделала компания «Мирамакс». Вы, наверное, слушали про такого человека, как Харви Вайнштейн, «Мой герой», который соблазнил огромное количество женщин-киноактрис, и настолько они между собой передрались, что сейчас вот недавно засадили его в тюрьму. «Харви, мы с тобой, держись». Вот. Так вот, это был первый фильм, который он продюсировал, который продюсировал компанией «Мирамакс», и который заработал на нем огромное количество денег. Фильм, который реально стал культовым, где практически каждая фраза разошлась на цитаты, и неудивительно, что «Хав» сделали не просто какую-то коллаборацию, а целую коллекцию, посвященную этому фильму. И она есть в магазине «Сквот», про нее мы сегодня будем рассказывать быстро, но много и интересно. Начнем, наверное, вот с таких вот интересных летних рубашечек. Как раз лето-лето пролетело, не осталось позади, мы-то знаем, оно еще впереди. Начнем с вот этой рубашки. Рубашка, где есть логотипы фильма Pulp Fiction, какие-то кадры из этого фильма, плюс несколько не самых очевидных моментов. Это, например, название «Monster Joe's Used Auto Parts», «Jack Rabbit Slims» и «Red Apple». Нужно сказать, что Тарантино является фанатом каких-то своих собственных брендов. Он не любит показывать в своих фильмах, за редким исключением, какие-то известные бренды. Поэтому вот он придумал, например, такой дайнер «Jack Rabbit Slims», который был такой под времена Элвиса «Monster Joe's Used Auto Parts», тоже такая автомастерская. И бренд, который переходит практически в каждой его картине, это сигареты «Red Apple». А, ну еще «Big Kahuna Burger», те самые бургеры, которые ел Сэмэл Джексон. Кстати, им посвящена тоже вот такая вот замечательная толстовка. Сзади Pulp Fiction надпись, спереди Сэмэл Джексон, который жует вот этот вот бургер. Кстати, забавно, тоже такой момент, буду потихоньку рассказывать и какие-то интересные моменты из фильмов. Когда только начал Тарантино писать этот фильм, он изначально думал, что главные герои будут двое английских гангстеров, оказавшихся в Америке. И поэтому Сэмэл Джексон там был не совсем черный. И вообще планировался сначала Гарри Олдман и Майкл Мэтсон. Мэтсон потом тоже отпал вместе с Олдманом, получили роль Траволта и Сэмэл Джексон. Вторая рубашка, которая у нас есть, тоже связанная с господином Сэмэл Джексоном, это рубашка с надписью Bad Motherfucker. По-разному переводят эту фразу в российских переводах. Самый, наверное, безобидный – это злобный козел. В принципе, этимологически неплохой перевод. Это надпись на его кошельке, которую у него украли в одной из ключевых сцен этого фильма. В принципе, повторяется шрифт, который был на его портмоне. Вот такая вот интересная рубашка. Если, опять же, поедете в страны, где английский язык не так распространен, очень прикольно в них ходить. Хотя вот интересно, да, Сан-Франциско, Америка. Вот у нас все-таки ходить с каким-то там надписью матом, но это не очень приветствуется. Очень либо смелые люди, либо феминистки так поступают. А здесь, пожалуйста, американская фирма вот такая вот написала. По-моему, очень крутая вещь. Следующая. Футболка, опять же, для летних дней очень хорошая. Кадр из первой сцены фильма Pulp Fiction, который открывается, как два человека едут куда-то на машине. Мы не знаем, кто это, что это, и не знаем, что совсем скоро все здесь начнется. С другой стороны, they call it royal with cheese. Тоже известная цитата. Кстати, заметьте шрифт, в котором написаны большинство цитат из этого фильма. Про него я тоже чуть попозже расскажу. Еще один интересный предмет. Предмет, наверное, который мне... Вообще вся коллекция понравилась, но вот этот прям супер. Это Дека, как мы шутили. Дека, конечно же, посвященная фильму, с расположенной здесь Умой Турман. Тоже, кстати, продюсеры сначала хотели видеть другую актрису. Но Тарантино сказал, нет, Ума и больше никто. И она появилась практически на всех рекламных проспектах этого фильма. Хотя, если вы помните, вот такого кадра в фильме нет. И он вообще такой очень собирательный. Но образ стал действительно потрясающим. Образ стал запоминающимся навсегда. И Ума вот в таком вот виде знойная женщина, мечта поэта. С другой стороны Деки надпись Pulp Fiction 25th Anniversary. Вот такая вот интересная Дека. Коуч Джекет, как его еще называют, тоже здесь у нас есть. Bad Motherfucker, Pulp Fiction. А на обратной стороне, ну, те самые фразы, которые многие фанаты фильма заполнили как Отче наш. Blessed is he who in the name of charity and good will, shepherds we wicked to the value of darkness. For his truly his brother's keeper and the finder of the lords of the... My fingers when I'm a vengeance upon it. No! Птыж, 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 всех убили. Потрясающая, кстати, фраза и потрясающий как бы сценарий. Возвращаясь к шрифту, которым это все написано. Вы, наверное, друзья, не знаете, а если знаете, то хорошо. Но если нет, то поделюсь такой информацией. Есть определенные стандарты для всех сценариев. Если вы пишете вдруг сценарий для Голливуда, он должен быть написан определенным шрифтом, именно вот таким шрифтом, как здесь, с определенным колонн-титулом для диалогов, с определенным колонн-титулом для описания того, что происходит. И если ваш сценарий будет написан по-другому, скорее всего, в Голливуде его даже не рассмотрят. Это такое непреложное правило, которое, ну, на мой взгляд, немножко странное, а с другой стороны, ну, почему бы и нет. Еще один предмет из коллаборации – лонгслив. Лонгсливы у Хафа традиционно получаются очень интересными. Здесь у нас тоже культовые какие-то кадры из фильмов. И вот этот вот танец. Все помнят, как вот все начали его потом танцевать после этого фильма. Кстати, Тарантино огромное внимание во всех своих фильмах уделял звучащей музыке. Поэтому саундтреки к фильмам Тарантино – это тоже все время что-то необычное. Как говорится, музыка всех жанров, стилей и направлений, и она всегда очень и очень интересная, и зачастую очень и очень малоизвестная, либо хорошо забытая. Логотип небольшой Half-Fort White и основные тоже моменты из этого фильма. И такая вот еще тоже есть у нас интересный очень лонгслив, где кроме того, что надпись «Небольшая Pulp Fiction», на рукавах есть различные артефакты из этого фильма. То есть вот тот же самый Bad Motherfucker Portmone, который был у Сэмэл Джексона, Big Kahuna Burger, Half-World White. Не помню, кстати, где там в фильме был Half-Fort White, но, наверное, где-то был. Самурайская катана, которые делали обрезание. И ключи от байка Z. Даже не байка, а о чопперах. Who's bike is this? It's not a bike, it's a chopper. Who's choppers this? Z. Who's dead? Who's that? Z. Z's dead baby. Z's dead. Все эти моменты, я, кстати, помню не потому что читал сценарий наизусть, а потому что они тоже были в саундтреке. А, еще, кстати, белая толстовка есть тоже с капюшоном, с Мия и Уоллес на обратной стороне сзади и спереди с логотипом Half и с небольшой цитатой тоже из этого фильма. Вот такая вот коллекция. И, друзья, в этот раз не нужно принуждать своих родителей и своих бабушек и дедушек смотреть эти обзоры. Пусть они смотрят что-то более интересное. Я не знаю, там, как плов делать, как грибы окучивать. Ну, что-то такое вот. А мы хотим вам сказать, что, друзья, просто оставьте комментарий на YouTube под этим видео. В комментарии, кроме фразы, которая должна быть написана, должна быть ссылка на ваш профиль ВКонтакте. А в вашем профиле ВКонтакте, пожалуйста, на стене разместите вот этот самый обзор. Еще раз повторяю, на YouTube оставляйте комментарий, в котором, кроме небольшой фразы, ну, хотя бы та же самая «нужна ДК» или еще что-то, оставляйте еще и ссылку на свой профиль ВКонтакте. А уже в своем профиле ВКонтакте, который, скорее всего, должен был быть открыт, чтобы мы могли посмотреть, вы оставляете ссылку на вот это YouTube-видео. Ну, вернее, размещаете это YouTube-видео с этим обзором. И неважно, сколько обзоров мы соберем. То есть мы не будем вас, как бы, просить накручивать эти обзоры. Нет. Главное, чтобы вам было интересно, чтобы вы это смотрели много раз, потому что, действительно, ну, интересно, как рассказывают ведущие различные. Я в том числе, а не потому что какая-то эта. И среди тех, кто выполнит все эти требования, мы разыграем вот эту вот замечательную «Деку» фирмы «Хав». Кстати, раньше я шутил, да, что «Хав» — это такая вот английский мерч рэпера «Гуф». Да. Вот. По-моему, «Дека» очень и очень крутая. И даже я, как человек, не катающийся на скейтбординге, все равно бы хотел себе такую в коллекцию заиметь. Поэтому тоже буду оставлять комментарии. Ну что ж, друзья. Благодарю вас за внимание. Смотрите наши обзоры, лайкайте их, размещайте их у себя на странице. Не заставляйте своих бабушек их смотреть. Но если мамы у вас молодые, пусть они на меня посмотрят. Это тоже приятно. С вами был Дмитрий Егоров. Сквот Бордшоп. Катайтесь на скейтбординге. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok